В московском парке имени Горького цветами никого не удивишь. Но когда они растут прямо из машины, такого еще не было. Дизайнер Александр Колов так выразил идею своей композиции. Для того, чтобы поднять у людей настроение, показать, что городские жители приехали на дачу и там решили остаться. То есть достаточно давно приехали, так давно, что из машины сделали уже клумбу. Одновременно с Александром около 50 мастеров творят свои шедевры. И сейчас представляют их на первом московском международном фестивале садов и цветов. Его организаторы уже давно хотели объединить российских дизайнеров и показать их достижения. Наши профессионалы завоевывают награды давно уже за рубежом. Но почему-то мы привыкли, что мы должны уехать туда, чтобы потом стать известными здесь. Так вот мы давно уже там все завоевали. Понимаете, мы хотим уже быть нужными и востребованными у себя народниками. Своё вдохновение мастера черпают из русской природы и истории. Названия работ сами говорят об этом. Например, композиция «Оддохновение. Волшебный уголок» или «Эта». Наш сад называется «Серебряные грани Герани». Наша задумка была показать сад, уютный сад Серебряного века. С её поэзией, минимализмом и в то же время уютом. В данном случае мы использовали растения герань, клубнику. Здесь основной акцент на тополе Серебристом Невея. Ромашки и злаки подчеркивают изысканность, а томик стеклов на столе завершает задуманную автором композицию. Большое внимание участники фестиваля уделяют экологии. Так авторы сада «Блэк энд Вайт» вымастрили дорожки новым материалом теравей. Наполнителем в нём служат гранит, мрамор и даже стекло. Это экологически чистый материал, он пропускает воду, это современная технология и в принципе она возможно с помощью неё достигать любого максимально декоративного эффекта. Для приусадебных участков и городских садов участники предлагают много решений, и архитектурных, и дизайнерских. Я просто ходила и любовалась, я просто ходила и получала информацию. Мне нравится, что здесь происходит, вот эта атмосфера. Я уверена, что сегодня первый день, некое такое вот открытие, к вечеру народу будет больше. Я уверена, что к концу вот этого фестиваля здесь будет очень огромное количество людей, потому что в этом есть и изыск, и наотмашь, и широта русской души. NTD. Москва. Россия.